Когда анализируешь мангу и аниме жанра Никицу, и в особенности его самых популярных представителей, Драгонбол, Ван Пис, Наруто или Блич, ты можешь определить главную его проблему, а точнее условность, которая является его неотъемлемой частью и которой зритель привык. Главный герой не может умереть. Несмотря на все трудности и опасности для жизни, ты понимаешь, что в конце концов, Ичигана идет силу для того, чтобы защитить своих близких, Луфи станет королем пиратов, Наруто — Акаги, а Гоку продолжит тренироваться и искать сильнейших соперников. Более того, своих целей они достигают, сохранив в себе человечность, с добрыми побуждениями, упорно тренируясь, преодолевая себя, превозмогая трудности, и более того, совершают они все это при поддержке своих друзей, своей команды, родных и близких. Эта модель положительного героя, по которой он старается ценой жизни сохранить себе доброе начало, является основой любого успешного Сёнина. Рабочий рецепт, который по сей день снова и снова используется авторами. Однако в сентябре 2009 года впервые вышла манга, которая перевернула привычное представление о жанре, и автор, который, сыграв на ожиданиях читателя и зрителя, поверг его в шок. Эта манга и одноименный аниме-сериал Атака Титанов Эта манга и надежда Субтитры сделал DimaTorzok Крутой проект Или же возможно вы хотите сменить профессию Но просто не знаете куда пойти Для того чтобы быть востребованным И получать удовольствие от вашей работы Если да, то я знаю кто может вам помочь Найти профессию и стать хозяином своей карьеры Скиллбокс Весь декабрь онлайн университет Скиллбокс Проводит бесплатную онлайн конференцию По профессиям будущего Дизайн, программирование, разработка, игр, маркетинг, кинобизнес Вас ждут топовые спикеры практики Из крупных компаний Яндекс, Алиэкспресс, Мейлру, Варгейминг, Майкрософт Вы узнаете все о киноиндустрии в 2021 Кем быть и как туда попасть Все о режиссуре, монтаже А может быть решите погрузиться в веб-дизайн Или же разработку А еще подарки от партнеров Розыгрыш гаджетов от Apple А также полезные навыки Которые останутся с вами на всю жизнь Короче, не трать время на нелюбимую работу Найди профессию мечты в Скиллбокс Ссылка на регистрацию Как обычно в описании к видео А мы продолжаем Об этом аниме-сериале и манге Мы уже с вами говорили на этом канале несколько раз Однако прежде чем перейти непосредственно к главной теме сегодняшнего выпуска Я должен напомнить Что успех Атаки Титанов можно было изначально предвидеть Так как зачин истории достаточно классический и популярный По факту это история выживания Человечество заточено за несколькими громадными стенами Подвергаются атаке неразумных человекоподобных существ Единственной целью которых является Желание сожрать всех вокруг Отбросив всю визуальную уникальность На первый взгляд Неискушенному зрителю Эта история представлялась как До боли знакомый рассказ о зомби И о мире переживающем апокалипсис Короче говоря, мангак Ахадзима Исайяма пошел с козырей Написав интересную историю в знакомом для всех сеттинге И все это с классическим Сюнинг-героем Который казалось бы просто обязан был уничтожить всех этих гадких титанов Отомстить за свою мать Освободить человечество И наверняка стать тем самым лидером Который сможет восстановить мир в том виде, который мы все знаем Но я думаю, что вам смешно ровно так же, как и мне Когда я печатаю эти слова Ведь я думал так же Меня поначалу в этом произведении увлекла атмосфера Необычные именно героев Главное интрига, откуда же берутся эти огромные монстры Но каково же было мое удивление Когда Исайяма начала разрушать все основы знакомого мне жанра Деконструировать историю Добавлять в классический изначально Сюнин элементы из других жанров Хоррора, военноисторических лент и даже мехи Ведь по факту Титаны, Шифтеры это не что иное, как ее новое прочтение Обо всех отсылках к греческой мифологии Заимствованию идей Гои Я уже рассказывал в первом видео Поэтому тем, кто не видел его Настоятельно рекомендую ознакомиться Однако, помимо вышеперечисленного Самому главному изменению деконструкции Подвергся образ главного героя Его прототип Эрен Йегер Так как его путь, внутренний конфликт и эволюция персонажа Радикально отличаются от любого другого главного героя мангеля аниме Который начинал свой путь как каноничный представитель Сюнина Никицу Для того, чтобы понять глубину проработки этого персонажа Будет полезно узнать один фан-факт Исаяма постоянно продолжает прорабатывать своего героя Когда ему сообщили, что мангу хотят адаптировать в аниме-сериал Он увидел для себя возможность доработать героя Таким образом, чтобы он лучше соответствовал тому финалу, который он для него уготовил Исаяма считает, что в первых томах манги Эрен слишком идеальный Поэтому на этапе работы со сценарием и актерами он сделал все Для того, чтобы Эрен в аниме-версии выглядел более серьезным, жестким По его замыслу, зритель должен был уже с первых серий понять, что этот парень способен как на хорошие, так и на плохие поступки Этот эффект достигался несколькими способами Благодаря крупным планам глаз, на которых настаивал Исаяма Соответствующему музыкальному сопровождению И, естественно, актерской игре Да-да Я вам уже рассказывал о Тетсуре Араке Постановщике, который воплотил все то, что так хотел получить в итоге Исаяма Но также стоит сказать пару слов о Юке Кадзе Сэю, актере, подарившем Эрену свой голос и экспрессию Вообще, в отличие от всех других стран и анимационных школ мира Где для озвучивания персонажей анимационных фильмов, как правило Приглашаются актеры театра, кино и, боже упаси, блогеры В Японии актеры озвучания отдельная и достаточно уважаемая профессия со своими тонкостями Из-за того, что контента анимационно производится очень много То и существуют специальные курсы подготовки так называемых Сэю И Юке Кадзе был признан одним из лучших в своем деле Именно благодаря своей работе над персонажем Атаки Титанов По ходу повествования Исаяма делает своего героя все более и более мрачным Деконструкция характера происходит путем его уничтожения Исаяма будто стекло разбивает в дребезги саму сущность Эрена Для того, чтобы собрать ее снова, совершенно другим Так все его утраты, боль, страдания, которые он пережил Все вопросы и сомнения, которые его преследуют И, наконец, проблема идентичности и вопрос о своем месте в этом мире И истинном предназначении направляют его не просто на путь мести А приводят к осознанию необходимости применения жестокости для того, чтобы обнулить мир Который, по его мнению, не заслуживает существования в том виде, в котором он есть сейчас Там, за стенами И, конечно же, такое видение главного героя, которому зритель сопереживает с самого начала Отличается от всех принятых стандартов Вообще, уловка Исаямы в отношении Эрена и его восприятия зрителям и читателям Заключается в том, что он, зритель, оказывается в ловушке своих же ожиданий Ведь по факту, все те поступки, которые совершает Эрен в конце произведения Вы понимаете, о чем я, абсолютно логичны Исходя из понимания мотивации героя и его собственных обещаний самому себе и всему миру Эрен обещал с самого начала уничтожить весь мир Он обещал стереть с лица земли всех монстров, что находятся по ту сторону стен А то, что зритель или читатель, глядя на подобные пламенные речи подростка, ему не верил Ссылаясь на собственное представление о людях, которые не держат свое слово Это уже его проблема Стоит также понимать, что путь Эрена был продуман Исаямой задолго до старта написания манги Он работал над ней еще до того, как начать оформлять историю Об этом он не раз говорил в разного рода интервью Как я уже говорил, стандартный Сёнинг-герой определяется рядом качеств Часто он легкомысленный, смелый Именно эти два качества помогают ему на первых порах давать бой превосходящим его по силе соперникам Главной же движущей силой для него обычно выступает гипертрофированное чувство справедливости и желание противопоставить добро злу Он также раскрывает свои лучшие качества благодаря взаимодействию со своим окружением, друзьями и врагами в равной степени И по факту это описание подходит Эрену Однако есть один нюанс Атака Титанов это история о войне и ее последствиях И роль, положение в сюжете идеи смертности и самой смерти занимает очень важное место Поэтому главный герой существует в мире, в котором одно решение или случай могут привести к гибели даже самого близкого И казалось бы защищенного сценарным панцирем персонажа Да, я предвижу шутки про Райнера, но поверьте, ему куда страшнее такая жизнь, чем смерть И Эрен теряет друзей и близких постоянно Он настолько часто испытывал боль утраты и ощущение собственной беспомощности Что в один прекрасный момент чаша переполнилась Герой осознал, что в его реалиях помощь друзей не способствует достижению его цели Более того, его окружение выступает тормозом И если для другого персонажа положиться на команду нормально, для Эрена совсем нет В его глазах это слабость Он не может позволить другим взять на себя ту ответственность, которую возложил он Не может позволить самому себе остаться тем беспомощным ребенком Который наблюдал за тем, как пожирают его мать И рассчитывает на чью-то помощь Более того, это его решение отдалиться от близких Также не пришло к нему спонтанно Оно накапливалось с годами Так как он всю дорогу был лишь тем, кого нужно было защищать Ради кого продолжали жертвовать собой люди Да, Эрен индивидуалист Который значительный промежуток времени Безуспешно пытался из общей войны сделать личную Выйти на первый план Не являясь по началу истории Ни самым сильным бойцом, ни самым умным И даже не уникальным шифтером Да, в дальнейшем мы узнаем много интересного о нем И он таки станет важнейшим человеком в истории мира Атаки Титанов Однако тут образ избранного подан специфически Что добавляет ощущение реализма происходящему О чем говорит, если Эрен даже не королевской крови И использует полный потенциал своих сил Лишь при помощи некоторых трюков Уникальным же его делают не способности А одно определяющее его качество характера Бескомпромиссный альтруизм Возвращаясь к стандартному образу героя Никицу У такого персонажа Практически всегда есть одна определенная цель мечта Цель, причем максимально эгоистичного толка Каким бы герой хорошим не был Получить почетное звание Социальное положение Стать самым сильным Быть принятым и признанным обществом И миром Все эти цели накручиваются авторами Вокруг личности характера главного героя И не основываются на интересах общества Мира Даже если по пути достижения цели Или же само ее достижение Приводят к благим последствиям И хорошо сказываются на существовании И функционировании мира Тогда как в случае с Эреном И это самое важное глобальное отличие Атаки Титанов от любого другого произведения Можно подумать, что изначально Его цель точно так же максимально эгоистично Отомстить всем Титанам Однако, если присмотреться и проанализировать его истинные внутренние двигатели То станет ясно, что интересует его совсем не собственное благополучие или признание А благополучие общества Функционирование мира Выживание тех людей, которых он считает необходимым защитить Его цель, как я уже упоминал Более никогда не допустить того, что произошло с его мамой И если для этого потребуется пожертвовать всем Он с легкостью пойдет на это Я поэтому сказал о своеобразном альтруизме Эрен жертвует не только своей жизнью Он и так понимает, что жить ему осталось пару лет Это правило существования мира Атаки Титанов Нет Он приносит в жертву свою человечность Он берет на себя и только на себя ответственность за то, что совершит Именно поэтому он отвергает друзей Именно поэтому он обезличивает себя в глазах мира Он знает, что никак иначе решить проблему этого мира нельзя Что только радикальное решение может изменить все Он не делает ход первым Он дожидается объявления войны своему народу Прежде чем в соло нанести удар Жертва Эрена сильнее, чем любого другого героя Сёнина Так как по факту он остается с собой Не потеряв чувство эмпатии, сострадания И все-таки, при этом при всем, решается на уничтожение мира Интересно еще и то, что поступки Эрена напрямую цитируют девиз Сасагио И жизнь отдай, и жизнь отдай, и сердце самый яркий свет отдай А прелесть Атаки Титанов как раз таки заключается в том, что его поступок можно и нужно критиковать и подвергать осуждению Однако и не понять его тоже нельзя Так как одним своим решением он не просто уничтожил всех врагов А объединил мир, который годами был разрознен Исаяма написал, не побоюсь того слова, шедевр В котором деконструкция образа героя приводит его не просто в статус злодея А в принципе разрушает эти понятия Нет в Атаке Титанов ни героев, ни злодеев Есть люди, которые заключают в себе и добро, и зло У кого-то перевешивает одно, у кого-то другое Однако само отношение героя-злодей в манге и сериале настолько расплывчато Что от сезона к сезону, от арки к арке Ты одного и того же персонажа воспринимаешь по-разному По итогу главный герой Атаки Титанов, Эрон Йегер, он же Атакующий Титан Совмещает в себе, казалось бы, несовместимое качество Индивидуализм, эгоизм и альтруизм Добрые начала и откровенно злые Одно вытекает из другого и дополняется им Что делает из него одного из самых интересных, проработанных и противоречивых персонажей в истории Напишите, пожалуйста, свое мнение Как вы воспринимаете Арина Йегера И считаете ли вы его поступок из конца манги и вот ближайшего четвертого сезона Достойным, необходимым или же осуждаете его И если бы не этот поступок, как вы считаете К чему бы пришел мир Атаки Титанов? Любите кино, любите аниме И давайте учиться понимать их вместе Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok